Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучение курса современной США. Мы с вами уже поговорили о истории, о оригиналистике американской, о политической системе в США, о государственных символах этой страны. И сейчас хотелось бы начать разговор об основных тенденциях развития современной американской экономики. При изучении этой лекции, этой темы, мы рассмотрим несколько вопросов, небольшой ретрофективный взгляд на историю американской экономики. Возьмем немножко поговорим о специальной экономической терминологии, важнейших экономических показателях и характеристиках. Рассмотрим основные тенденции развития современной американской экономики. И в заключении лекции рассмотрим рейтинг наиболее популярных профессий в современных Соединенных Штатах Америки. Я думаю, это будет интересно. Итак, цель нашего занятия рассмотреть сильные и слабые стороны американской экономики, показать роль крупного, среднего и мелкого бизнеса в этом процессе, а также проанализировать рейтинг популярности профессий в современных Соединенных Штатах Америки. Начнем с важнейших терминов. И главный, и, наверное, основной из них это воловой внутренний продукт. По-английски gross domestic product. Общепринято сокращение ВВП. Это совокупная рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных внутри страны в течение одного года. Самым важным экономическим показателем обычно специалисты считают ВВП на душу населения, когда вот вся эта совокупная рыночная стоимость, произведенных товаров и услуг, произведенных в стране в течение года, делится на количество жителей в стране. И вот ВВП на душу населения, соответственно, выстраивает рейтинг какой экономической успешности той или иной страны. Ну, есть и среднемировой показатель, какой-то среднерегиональный, так сказать. И, естественно, здесь лидируют страны, в основном, где довольно маленькое количество населения, потому что именно при делении на малое число получаются очень-очень большие цифры. Поэтому сейчас впереди такие страны, как Катар, Сингапур и так далее. Еще один важный экономический показатель – это ВНП – воловой национальный продукт, обобщающий показатели, представляющие исчисленные в рыночных ценах стоимость произведенной страны в течение года конечного готового продукта. Здесь включается стоимость продукта, произведенного как в стране, так и за рубежом. Мы уже говорили в одной из предыдущих лекций о Великой депрессии. Это самый предложительный экономический кризис в истории промышленно развитых стран Запада. И он начался 25 октября 1929 года, в так называемую Черную пятницу. И со временем там курс акций упал на 90%. Разорилось множество банков, заводов, фабрик, фермерских хозяйств. Безработица зашкалила там за 17 миллионов человек. И кризис распространился на другие страны Запада, в первую очередь на Англию, Германию, другие европейские страны. И США с большим трудом вышли из этого кризиса, благодаря мероприятиям нового курса Франклина и Геломороза, только к концу 1930-х годов. Я рекомендую всем посмотреть любой документальный фильм о Великой депрессии. Есть очень интересные документальные фильмы, которые хорошо показывают, разъясняют, что было с Америкой в эти очень важные годы. Ну и, наконец, индекс Dow Jones. Вы, наверное, встречали этот термин. Это средний показатель курсов акций группы крупнейших компаний США. Это средняя альфметическая величина ежедневных котировок на момент закрытия биржи. Название индекса связано с практикой публикации данных этого показателя фирмы Dow Jones. Есть и другие индикаторы, такие как NASDAQ, допустим, где там сумма котировок высокотехнологичных компаний приводится, IT-технологии и так далее. Но индекс Dow Jones, наверное, самый важный, самый распространенный. Итак, совсем недавно американская экономика пережила два кризиса. Один – это в конце 90-х годов, и другой – начиная с 2008 по начало 2010-х годов. И, тем менее, несмотря на кризис, который в данный момент может стать успешно преодоленным, поскольку американская экономика растет на 4-5% в год, безработица там порядка 4% даже меньше, что является вполне таким нормальным показателем. И общий объем производства товаров и услуг, известный как ВВП, в 2017 году, к примеру, в США составлял свыше 20 триллионов долларов. Почти 20,5 триллионов долларов – это в 5 раз больше, чем в Японии, и в 2 раза больше, чем в Китае, с учетом покупательной способности валют этих стран. То есть, так или иначе, но Америка по-прежнему остается локомотивом мировой экономики, по-прежнему остается ведущей в экономическом плане страной мира. Надо сказать, что сейчас США – это страна, где проживает 5% мирового населения, производит 20% мирового объема производства. Это, конечно же, очень много, это очень солидный вклад в мировое промышленное производство. Были времена, когда Америка производила порядка 40% мирового промышленного производства. Были времена, примерно 100 лет назад, допустим, когда в Америке производилось больше автомобилей, чем во всех других странах мира вместе взятых, допустим. Если немножко посмотреть в прошлое, то американская экономика развивалась во многом за счет природных богатств, то есть за счет лесов, рек, полезных ископаемых, нефти, газа. Кстати, по добыче нефти и газа США вышли на лидирующие позиции в мире в настоящий момент. И, безусловно, очень важным в XIX веке стало склеивание пространства страны, когда дошли до Западного побережья, освоили весь центр американского континента, и нужно было пространство страны экономически связать вместе с Востока на Запад. И в США начался так называемый железнодорожный бум. То есть по всей стране строились с севера на юг, с Востока на Запад строились железные дороги. Соответственно, они за собой вытаскивали другие отрасли экономики, там стали литейное дело, там уже было рельсы делать, шпалы делать, инфраструктуру вдоль железных дорог делать, развивать там сопутствующие сферы производства. И, соответственно, вот железнодорожный бум американский, он во многом способствовал мощному очень рывку в экономическом развитии страны. А на рубеже XIX-XX веков железнодорожный бум сменился автомобильным бумом. То есть когда США покрылись сетью шоссейных дорог, американцы пересели на автомобили, стали производить их в массовом порядке. Большую роль в этом сыграл Генри Форд, который наладил конвейерное производство автомобилей. Вот своих знаменитых марок, которые стоили по тем временам не очень-то и большие деньги, собственно говоря, да, и автомобиль действительно, как в пословице, стал не роскошью, а средством передвижения. Вот, и вот этот автомобильный бум тоже, так сказать, в свое время привел к тому, что экономика США, в общем-то, очень сильно ускорилась, и США долгое время были доминирующей стороной в производстве автомобилей. Потом, собственно говоря, в США стали производить и самолеты, и компьютеры сейчас массово производят всякую IT-технику, технологии, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Надо сказать, что американский ВВП на душу населения несколько лет назад равнялся 57 300 долларов, то есть это ВВП на душу населения, при том, что средний мировой ВВП был порядка 11 тысяч долларов, то есть, видите, показатель выше в пять с лишним раз, так сказать, в Америке. Это не самый высокий, повторюсь, по сравнению с небольшими странами, вот, потому что сколько бы ни произвели США, если все это поделить на 300 миллионов американского населения, то итоговая цифра получается все-таки не такой большой, но тем не менее США – это передовая экономическая страна мира, в которой ежедневно, так сказать, вкладывают свои знания, свой труд 150 миллионов американских, стоящихся довольно в высокой квалификации. Другим источником производства в США всегда был капитал, то есть, американцы постоянно инвестируют, они инвестируют в собственное жилье, они инвестируют в свой бизнес, они инвестируют в бизнес своих детей, они инвестируют за рубеж и так далее, и так далее, и активно очень разрабатывают природные ресурсы, которыми очень богат американский континент. Произвительность американских рабочих по-прежнему остается эталоном для всего мира. В 2007 году американский средний работник производит товаров и услуг на 92 тысячи долларов, это намного выше средних показателей и для развитых европейских стран, и даже для Китая. Надо сказать, что экономика США не всегда развивалась только вперед, только позитивно. Были разные эпизоды, когда зачастую в США возникали условия для того, чтобы деньги начали производиться в криминальных разного рода структурах, в сферах. В частности, очень большую роль в этом примерно 100 лет назад сыграло введение так называемого «сухого закона», который был принят в январе 1920 года в США, что породило массовую контрабанду спиртного, массовую торговлю нелегальную спиртным. Те, кто продавал спиртное нелегально, их называли бутлегерами, буквально торгующими из голенича сапога. И было очень много подпольных заведений, где можно было попробовать спиртное. В то время такие вечеринки с спиртным устраивались даже в Белом доме в период президентства Уоррена Гардинга. То есть сухой закон существовал, но постоянно нарушался и позволил обогатиться американским мафиози. Число бутлегеров, этих контрабандистов, достигало двух миллионов человек. На этой волне выросло очень много известных гангстеров. Самым известным, пожалуй, является Аль Капоне, который возглавлял Чикагскую мафию в середине 20-х, начале 30-х годов. И в конце концов он попал в тюрьму за неуплату налогов. Только за это его смогли арестовать. И вот на слайде тюрьма Аль Катрас, где он отбывал свой срок. А сухой закон в США отменили в 1933 году вместе с введением других мероприятий нового курса администрации Франклина и Зелана Рузвельта. Надо сказать, что американская экономика очень конкурентоспособна. По-прежнему штаб-квартиры многих мировых брендов находится в Соединенных Штатах Америки. И еще, что важно, что это очень наукоемкое производство. Американцы лидируют в мире и по числу патентуемых научных изобретений. То есть из всех ежегодно патентуемых научных изобретений в мире две трети, порядка 65%, приходится на Соединенные Штаты Америки. Все остальные страны далеко-далеко отстали. На втором месте Япония с 12%, потом следующая сторона с 5% и дальше совсем уже маленькие проценты. То есть США здесь лидируют с очень-очень большим отрывом. Надо сказать, что США сохраняет лидирующие позиции в прежних важных отраслях наподобие производства компьютеров, программного обеспечения мультимедийных продуктов, биотехнологий и так далее. Ну и в Америке активно штурмуют новые рубежи в нанотехнологию и генетику. И важным фактором, подпитывающим американскую экономическую и финансовую мощь, является то, что доллар является основной мировой валютой. И, в общем-то, пока ни фунт стерлингов, ни юань, ни иены японской не могут потеснить доллар с этих позиций. Хотя надо сказать, что сейчас в мире очень интересная особенность. То есть во многом мировая экономика строится на факторе доверия. То есть мы верим, что доллар такой весомый. Пока мы в это верим, он таким и остается. На самом деле себестоимость печатания вот этих банкнот 100 долларовых, я точно не помню, то ли 13, то ли 17 центов. Но согласитесь, то есть это совсем небольшие цифры, по сравнению с тем, сколько, так сказать, по нашему представлению, насколько весомы и значимы это банкноты. Вот пока весь мир верит, что эти бумажки являются ценными, что они действительно столько стоят, вот они столько и будут стоить. То есть когда эта вера рухнет когда-нибудь, так сказать, возможно, вот можно будет этими банкнотами, не знаю, там использовать их вместо обоих, допустим. Но тем не менее, вот таковы особенности современной экономики. Она во многом построена на субъективных, а не объективных показателях. В качестве иллюстрации к тенденциям развития современной экономики хочется сказать о креативности. Собственно говоря, вот сейчас на слайде вы видите здание международного терминала Лос-Анджелесского аэропорта. Оно фантастически красивое, оно похоже на какую-то инопланетную летающую тарелку, которая села на землю, так сказать, да. И надо сказать, что в этом плане американские дизайнеры, американские строители, архитекторы, безусловно, очень креативные люди. И в Америке очень много есть того, чему можно удивляться, в плане экономики и так далее. Ну и в завершение лекции поговорим о рейтинге наиболее популярных профессий в США. Мне как-то попались данные очень интересного социологического опроса, который привели в США примерно 15 лет назад. И что меня поразило, в рейтинге самых престижных профессий США на первом месте, в США была позиция ученого. Мне как человеку ученому, представителю вузовской, так сказать, вузовской академической среды, это очень-очень приятно, да. На высоких местах в этом рейтинге такие почетные, уважаемые профессии как врач, инженер, полицейский, только на пятом месте идет финансовый аналитик, там в конце первой десятки идут позиции там звезды шоу-бизнеса и так далее. Это, кстати, ну для сравнения, когда в том же году в России провели подобный опрос, там профессия ученого заняла только 22 место. Вот посмотрите, какая разница по сравнению с рейтингом самых популярных профессий в Соединенных Штатах Америки. То есть в США очень престижно быть ученым, престижно быть профессором. Вот это соответствующим образом оплачивается и, собственно говоря, это действительно очень-очень важно, да. Так сказать, хотелось бы, чтобы и в этом плане наша страна попробовала взять что-то лучшее от Соединенных Штатов Америки. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok